Большой привет всем причастным к моему творческому каналу, посвященному рукоделию, в частности вышивке. Сегодня я начинаю новенький процесс вот таких замечательных золотых рыбок отриолис. Они очень яркие, красочные, мне кажется, доставят мне море удовольствия. И по традиции для начала я хочу показать вам, чем укомплектован набор. Во-первых, это ниточки анкор. В последнее время я вышиваю очень много работы отриолис, и ниточки мулинея всегда меня радуют в этих наборах. Я и не подозревала, что ниточки анкор такие хорошие. Крестик к крестику ложится, когда вышиваешь ими. В общем, одно удовольствие. Здесь всего лишь две плашки. Одна из них, которая, вы видите, заполнена полностью, а вторая всего лишь на четыре позиции. То есть ниточек не так уже много, да и работа маленькая, 24 на 30. Все оттенки такие радостные, солнечные. Сейчас как раз июль, все под стать настроению лета. Далее это самая стандартная канва Аида 14 каунта. Очень плотная, как обычно. Но я не буду вышивать на этой канве. Не люблю вообще 14-ю Аиду. Буду заменять на аналог, на Бритни, Лугана, 28 каунта, равномерочка мое все. Вот здесь еще есть иголочка и инструкции. Ну и наконец, наверное, самое интересное это схема. В последнее время у Риолис выходит огромное количество всяческих новиночек. Некоторые из них я уже вышила. И всегда, абсолютно всегда меня радует качество схемы. Во-первых, я обожаю цветные схемы. Мне по ним гораздо легче вышивать. Во-вторых, они очень хорошо логично составлены. И в-третьих, получаются очень яркие, красивые картинки. В общем, результат всегда радует. Но вышивать по таким схемам одно удовольствие. Это всегда такие отдыхалочки. Ну, конечно, когда я вышивала Мишку Торну, уже в конце я немножко подустала, потому что работа огромная. Но вот на таких маленьких, как рецепт оладушек, и вот я уверена, на этих золотых рыбках я буду по-настоящему отдыхать. Единственное, конечно, сложно мне предположить, сколько я ее буду вышивать, потому что иногда я вдвигаю свои гипотезы, а они потом не подтверждаются. Мишку, например, я думала, что вышью где-то за месяц. А работы там оказалось гораздо больше. То есть на первый взгляд мне казалось, что тоже все так простенько. А вышивала я в два с половиной. Но, конечно, рыбок так долго я вышивать не буду. Мне кажется, что точно больше месяца это не займет. Но в идеале, может быть, недели две-три. И что, ребята, я уже в предвкушении. Еще хотела показать превьюшку. С обратной стороны здесь фотографии новиночек, тоже от Риолис. Когда я выбирала, что же мне начать вышивать, вернее, когда я выбирала, что мне заказать, я вот как раз металась между вот этими бабочками, между вот этими попугайчиками и рыбками. В конечном итоге во второй тур у меня прошли бабочки и рыбки. Ну, как вы видите, остановилась и на рыбках. Но бабочки все равно мне моргают, скажем так. Основная задача, которая стоит сейчас передо мной, это выбор равномерки. Я не смогла определиться, на какой же равномерке я хочу вышивать. У меня есть несколько цветов. И я вот не знаю, заменять на такой же белый или все-таки выбрать другие цвета. Вот такие вот четыре претендента у меня. Почему решила отказаться от стопроцентной уверенности в том, что буду вышивать на белый? Потому что мне кажется, что рыбки настолько яркие, что они отлично бы смотрелись на другого тона конвея, особенно на такой потемнее. Решила рассмотреть такие варианты. Но, к сожалению, те цвета, которые есть у меня, наверное, не совсем подходят. Я вот это вытащила, но цветочки, наверное, для рыбок вообще не в тему. Потому что рыбки все-таки не живут в полях, где растут цветы. А вот эти более или менее норм. Вот такая вот молочненькая. Вот такая вот болотная. Ну, классическая белая. Еще подумала о том, что голубая бы, наверное, хорошо смотрелась. Но у меня ее нет в запасах. И можно было бы заказать, но я вообще не готова ждать. Мне уже очень хочется начать. Ручки чешутся. Поэтому вот буду думать до вечера. И определюсь, все-таки на какой конве вышивать. Кстати, говорят о том, что если вышивать золотых рыбок и загадать желание, то она обязательно исполнится. Особенно, если она касается какого-нибудь материального благополучия. Так что, если вы верите в приметы, можете тоже смело покупать вот этих замечательных рыбочек. А я, ну что ж, я могу проверить на себе. Кстати, сегодня видео я записываю с микрофоном. Мне Кирилл еще на день рождения его подарил полгода назад, но я его использовала только пару раз. Мне постоянно лень. Проще просто снимать на телефон, ничего дополнительного не доставать. Поэтому, если вам нравится, как сегодня настроен звук, пишите. Я буду внимать вашим комментариям, буду почаще использовать микрофон для более профессионального звука, который не скачет то в меньшую, то в большую сторону. Субтитры сделал DimaTorzok В итоге за весь день я так и не смогла принять решение по конвею, и дочерком села смотреть, потому что уже пора приниматься за дело, и немножко подрастроилась, потому что вот Аида, вот эта накипенно-белая, а отрез Бритни Луганова 28-го каунта, аналог, он все-таки чуть-чуть под айвори, хотя он не прям слоновой кости, но не кипенно-белый. Это что-то, не знаю, как он будет смотреться. Вообще, на самом деле, я честно скажу, душа вот просит вот такой вот серенькой, сероболотной. Мне прям очень хочется, мне кажется, идеально посмотрелось контрастно, но что-то я очень боюсь рисковать так сильно. Долгими были мои душевные терзания, хотя я не такими долгими, как у Светы, которая выбирает до сих пор основу для лисичек. Света, прости, я, наверное, уже задолбала тебя упоминать в каждом видео. Но я все-таки буду сейчас резать белый отрез равномерки. Душа, конечно, просит болотный, но я понимаю, что это, наверное, неоправданный риск. Вчера, в пятницу вечерочком, я села вышивать своих рыбок. И видите, вот сколько я успела натыкать за вечер, достаточно много. Вообще, первый присест под новую вышивку для меня, это такой некий показатель того, сколько я буду примерно вышивать эту вышивку по времени. Потому что уже в первый вечер, когда ты берешь вышивку в работу, субъективно, по ощущениям, появляется какое-то представление о том, сколько же затратится времени на все про все. Иногда бывает так, что смотришь на схему, знакомишься с ней, кажется, что все легко, и ты очень быстро вышьешь сюжет, представленный на ней. Но садишься именно вышивать в первый раз, и понимаешь, что все не так, что чуть идет туже, тяжелее, чем ты себе представлял, и значит, времени затратится побольше. Вот это тот самый случай, когда я села, и вот за вечер потыкала очень много, поняла, что вышивается очень бодро, очень быстро, и я действительно ее вышью в течение недель-трех, возможно, даже двух, если будет побольше свободного времени вечерами. Сегодня вот субботка, и я планирую половину дня посветить вышивке, порелаксировать. Здесь уже виден такой хвостик моей золотой рыбочки. Кайфово, кайфово, конечно, на равномерке супер. Я очень настоятельно рекомендую заменять 14-ю Аиду вообще во всех работах на равномерку, но, наверное, кроме тех, где есть полная зашивка. С полной зашивкой можно, в принципе, оставить и 14-ю, хотя на ней все равно не так комфортно вышивать, как мне кажется. Вот столько я вышила ровно за неделю работы. Это практически вся нижняя часть схемы. Ну, конечно, вот я не успела добить внутренности сегодня это сделаю, потому что в воскресенье можно повышевать подольше. И еще не сделала бэк. Когда я сделаю бэк, да, я тут хвалюсь своим новым маникюрчиком, по которому тоже можно отслеживать скорость моей вышивки. Когда я сделаю бэк, я сниму мой любимый формат видео до и после бэка с наплывом, чтобы показать, как преобразуется картинка, когда появляется вот эта вот обводка. Потому что сейчас, хотя картина и яркая, и видна уже сама золотая рыбка, все равно она похожа на такого мутантика и на такую какую-то непонятную массу. А вот когда я вышью обводку, сразу станет очень красиво, как и всегда бывает, когда бэк животворящий делает свое благое дело. Оставайтесь со мной, буду показывать свои продвижения и закономерно двигаюсь к финишу. Ровно одна неделька и один день понадобились на то, чтобы вышить вот эту вот рыбку. Это вся нижняя часть схемы. Сейчас покажу, как выглядит. Вот, то есть вот это вот, вот это вот, всю область я уже вышила. Мне осталось вышить верхнюю, я, конечно, затрудняюсь тут сделать вывод о том, какая из частей больше, наверное, они примерно одинаковые. Вот я буду делать сегодня бэк и отфоткаю, может быть, для инстаграма сделаю какие-нибудь фоточки, потому что пока вот в таком виде не очень получается так симпатично. Хотя, в принципе, вот так вот уже рыба очень хорошо выглядит, такая яркая, прям все оттенки золотистого. Это очень мне нравится. Кстати, субъективно казалось, что вышиваю дольше, а прошла всего-то неделька, и это круто. Это значит, что это тоже работа из серии отдыхалочек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видите, сделала тут маленькую творческую раскладку, чтобы пофоткать для инстаграма, и маленький фрагмент видео для ютуба сняла. Мне, честно говоря, сейчас так жалко собирать. Такая получилась классная морская раскладка, с учетом того, что я не была на море очень давно, и вообще, в принципе, в отпуске не была давно. Прямо веет таким воздушным морским настроением, очень хочется тоже куда-нибудь туда, где много вот таких вот морских звездочек, ракушек. Вообще, очень жалко сейчас собирать вот это все обратно в пакет, и собирать и вышивку, менять назад пальцы на снапы. То, что так красиво, вот иногда я сама балдею от того, что мне удается подсобрать для видео или для фото. Это бывает нечасто, потому что я очень придирчива к себе, но иногда случается, и вот так жалко собирать. Я вот прям со всей душой подхожу к таким маленьким фрагментам, они, возможно, зрителю остаются незаметны, но для меня это самая настоящая огромная вышивальная любовь, когда удается вот собрать в какую-то такую красоту. К сожалению, вот Мишку, прошлую работу Триолис, мне не удалось красиво отфоткать, там получились довольно банальные стандартные фотки. А вот эту рыбку вот получилось, я думаю, что зрителю в инстаграме, который смотрит фото, понравится. Как понравились фотографии оладушек, когда я их сфоткала с реальными панкейками. Ну что, двигаемся дальше. Как вы видите, я все отбекала, получилось просто шикарно. Да, вот я самое важное забыла отметить. На превьюшке рыбки выглядят красиво, да, бесспорно, иначе я бы их и не выбрала. Но они выглядят просто красиво. А когда я вот это вышила и отбекала, у меня просто открылся рот от удивления, потому что это невероятная красота. То есть я не могу оторвать глаз. Я даже не ожидала, что результат получится таким. Я уже боюсь представить, что будет, когда я вышью вторую рыбку. Ну это, пожалуй, одна из самых ярких и красивых работ в моем арсенале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Снова выдались погожие деньки. Было принято решение провести их подальше от города, за городом, в деревню. Я кайфую на качельках с вышивкой. Хотя вот стоит отметить, что несмотря на то, что обещали снова жару плюс 30 и даже за плюс 30, как было на прошедшей неделе, вот ветерок достаточно сильный и прохладный. А вот в шортиках сижу, в майке и чуть зябну. У меня на самом деле довольно активные выходные выдаются, поэтому времени повышевать довольно мало. И я планировала на самом деле вышить рыбку. Так, кто-то у нас тут мяучит. Не вижу где. А, вот оно. Пришло. Привет, коте. Хвост как у белки. Ну иди давай сюда. Так вот, планировала вышить рыбку, но не успеваю. Вот в пятницу вечером вообще не повышевала сегодня субботу, только вот пару часиков. И завтра на воскресенье тоже очень много планов, поэтому не буду вообще вышивать. Вот так бы вот эту рыбку можно было вообще закончить. Да и думаю, что если бы я и в пятницу, субботу, воскресенье вышивала, я бы эту работу закончила. Ну, в крайнем случае в понедельник. Но думаю, что даже в воскресенье бы успела. Очень мало. Тут вот только вот этот кусок. Ну вот, очень красиво. Хорошечно выглядит. Продолжаем работу. Сегодня меня покормят обедом на свежем воздухе. Так что можно ничего не делать. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня, уже сегодня может случиться финиш. Посмотрите, я вышла совсем на финишную прямую. Моя рыбонька уже вся отшита. Вот здесь краюшка осталась таким полукрестом. Вот уже разводы водички вышить. И бека сделать совсем чуть-чуть. Вот на верхней рыбке бека гораздо меньше, чем на нижней. Поэтому я управлюсь скорее. Правда, хотела сейчас выйти погулять немножко. Но с вышивкой вот на улице, может быть, повышиваю. Так что есть шанс, что закончу работу уже сегодня. Последние штрихи. Все сделано. Весь крест и полукрест. Вот я сейчас буду бекать верхнюю рыбку. Ну вот, посмотрите разницу. Тут в нижней части очень много бека. Особенно на хвостике. Довольно такой дробный получается хвостик. В плане бека. А наверху совсем все легко. Вот эта часть я уже вышила. Останется от бека только вот здесь вот рыбку, гребешок. В общем, здесь, я думаю, всего час работы. И финиш! Так, вы видите на экране финиш. Могу сказать, что он был долгожданным, потому что эта работа у меня буквально пролетела. В общей сложности я затратила на нее 2 недели и 4 дня. Но с учетом того, что я не каждый день вышивала, где-то даже 2 недели или даже чуть поменьше, на эту работу у меня ушло. То есть это такая работа малышка, отдыхалочка. Дней, не знаю, 12 она занимает при быстром темпе вышивки. Ну, безусловным ее преимуществом является легкая схема. И не последнюю роль здесь занимает и само качество схемы, яркость, проработка. По ней я уже показывала, было очень приятно вышивать. Сейчас покажу, что у меня получилось по остаткам. Как обычно, очень много ниточек осталось. Вообще, Риолис комплектует щедро свои наборы. У меня всегда остается очень много ниток. Такое ощущение, иногда возникает, что даже на второй процесс хватит. По техникам, которые используются в этой работе, здесь стандартный счетный крест. Три бленда. Полукрест. В полукрестах тоже есть бленды. Шов назад иголку в одну и две нити. И французские узелки. У французских узелков здесь всего два. Это глазки рыбьи. Вчера вот довышивала рыбок. Обрадовалась, уже там скакала, что у меня новый финиш. А потом глянула и увидела, что у меня нет одного глаза. Ставила рыбу калекой. Ну, вот я его доделала. Ну, короче говоря, ничего трудного. Очень простая техника подойдет для вышивальщиц-начинашек. Может, немножко, конечно, бэк спугнуть, но он здесь тоже довольно простой. Волнительно было только на хвосте. В остальном все понятно. Кстати, здесь тот самый случай, когда бэк нереально украшает работу. Посмотрите, он такой, как мазки. Есть у меня кое-какие идейки по оформлению. Хочу оформить в овальную раму какого-нибудь оранжевого цвета. Вот на этой неделе у меня запланирован выезд в багетную мастерскую, которая специализируется на вышивке. Как раз, скорее всего, в день выхода этого влога я поеду оформлять свои работы. Так что можете в комментариях мне желать успеха, удачи. Ехать туда очень далеко. В двух часах езды от меня находится эта багетная мастерская. Но я давно наблюдала за тем, как они оформляют. Поняла, что хочу туда съездить. Всякой красоты они делают. Не могу сказать вам, что. Я начну вышивать следующим. Потому что вот вчера, когда последние штрихи бэком сделала, взяла в руки рождественскую деревеньку от Dimensions. Просто потыкать. Поняла, что нет. В июле, наверное, не самое верное решение вышивать новогодние работы. А начинать что-то новенькое тоже не очень хочется. Потому что в сентябре надо будет сворачиваться. И как раз уже приступать к новогодним вышивкам. Короче, тяжелая ситуация. Не знаю вообще, что вышивать, что делать, как быть. Для авторских схем у меня нет никаких материалов, чтобы еще какую-нибудь малышку начать. Ну, в общем, один крупняк остался. Я не люблю откладывать начатое. Только один долгострой у меня там лежит. Это единорог от Lety Stitch, который прям меня вообще не притягивает. Не хочу его пока вышивать. Спасибо, что были со мной. Следили за этим процессом. В инстаграме реагировали, писали. Всегда очень рада вашей обратной связи. Пишите комменты, как вы мыть рыбки. И порекомендуйте, что же мне вышивать в следующем. И всем успехов, удачи и ровных крестиков. Пока-пока.